И всем привет, ребят! С вами Стрыванька. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами будем тестировать одно интересное устройство, которое у нас было получено из танка Фонда. И которое я, честно говоря, мне кажется, даже ни разу никогда не одевал и никогда на нём не играл. Это устройство на молот, которое называется магнитная картечь. Это... Молот, который наносит статус эффект ЭМИ своим критическим выстрелом и также каждым третьим своим выстрелом. Посмотрим, что из себя представляет это устройство в рамках матчмейкинговых каток. Посмотрим на его эффективность. Ну и по дрону мы сегодня выбираем под него, конечно же, Гиппериона. По устройству иммунитетику на корпус я думаю, что мы возьмём пока что пробитие. Если вдруг надо будет, мы его переоденем. Ну и по режиму я бы хотел сыграть CTF очку. Поэтому мы выбираем саби режим и пикаем в захват плага. Я очень сильно надеюсь на то, что нас сейчас закинет не на супер большую карту. Потому что если это будет супер большая карта, то я сразу переодеваю Гиппериона на ловкач. Потому что скорость на этом вооружении будет более необходима, нежели полная расходка. Потому что жить я и так буду недолго. А вот если у нас будет какая-то средняя карта, то полная расходка с Гипперионом будет очень эффективно вписываться в эту концепцию. Но нас закидывает на жаворонки, что, ну, наверное, является не самым лучшим для нас раскладом. Но ловкача я думаю, что мы здесь точно возьмём. По резам, по корпусам, по вооружениям против, что у нас здесь есть интересного. У нас есть как минимум один скорпион, который я увидел уже. Пробовать будем сейчас увозы творить. И, конечно же, ещё стараться эмиэффекты наносить по противнику. Так, давайте берём ловкача. И будем пробовать тащить эту каточку. Так, ловкач. Поехали. Поехали. Противник у нас там заходит, пытаться будет увозить флажочек. Ну, а мы под это всё дело попытаемся увезти флаг уже с другой стороны. Вроде как противник особо в дефе не стоит. Соответственно, у нас шансы должны быть на увоз. Ой-ой-ой-ой. Какая неприятная бомбочка залетает. И как раз-таки увоз происходит от противника. Залетает увозик. Но у нас ещё вроде как время остаётся. Чтобы успеть доехать на подбор флага. Траекторию выбирает противник крайне далёкую. Соответственно, на подборчике мы ещё точно сыграть успеем. Ну и смотрим, что у нас вообще по критам залетать здесь будет. Ой-ой-ой. Чуть мимо флага не проехал. Хорошо. Флаг забираем. Увозим. Пичку слабенькую даём. Но лучше уехать. Лучше уехать. Лучше уехать. Лучше чуть дальше дать от противника. Чтобы тут не улететь неожиданно на респ. Так. И надеюсь, что наши тиммейты сейчас как раз-таки этот флаг подстрахуют. Бомбочка у нашего тиммейта есть. Выжимать он её будет? Не будет? Не знаю. Ой-ой-ой. Хорош. Бомбу вжал. Подборчик за тиммейтом есть. Ой-ой-ой. Но всё равно опасно. Опасно. Пока что всё очень опасно. Пробовать будем сейчас через лево заходить. У меня уже 70% овердрайва имеется. Пару-тройку киллов бы дать. И можно было бы уже бы и постараться. Расходку вообще никому не сбиваю. То есть ощущение, как будто я играю не с Эмми молотом, а как будто у меня, ну, никакие статус-эффекты не наносят мой молот. Как будто вот такая вот тема. На 5 не нанёс. Да столько иммунитетов от Эмми у противника. Я вообще не понял прикола, если честно. Так, у нас сейчас вернут флаг. Успеть бы сыграть под подборчик. Успеем. Хорошо. Пробуем увозить наверх. Пробуем увезти. Ещё и возврат от наших тиммейтов. Залетает. Пробуем уехать. Пробуем уехать. Траекторию. Меняем. У меня там сводка никакая не летит. Ой-ой-ой-ой. Её, нифига, я разломался. Жесть. Ну, наши тиммейты должны, по идее, ставить. Должны, по идее, доставлять, если мешаться друг другу не будет. Сейчас намешают друг другу. Ещё и у нас флаг вернут. Прямо перед доставкой. Я так летел. Боялся, что сводка залетит жёстко. Ладно, на подборе. Куча мала с этими трупами, конечно. Очень жёсткая. Но доставочку мы выбиваем. За шесть минут до конца. Хорошо. Начало положено. Начало положено. Но пока что я не вижу вообще никакого смысла от использования этого устройства. То есть я... Ну, сколько времени уже прошло, да, в нашей игре. Я ни разу на этом молоте не катал. Наверное, поэтому я на нём и не катал. Потому что от него смысла супермала и профита нет. Но уже и в рамках этого боя я для себя вижу, что... Ну, нет ничего такого. Криты особо не залетают. Эм... Дополнительно как-то преимущества никакого я не имею. И... Иммунок от Эмми в матчмейкинге довольно много. Соответственно, возможность реализации моего этого устройства... Ну, такая-си. Такая-си. То есть ничего серьёзного я здесь не имею. В очередной раз выдаю молот в Эмми. В иммунитет. Попробовать бы увести сейчас здесь. Давайте пробуем. Есть шансы. Нет у меня, правда, аптечки. У меня сводка летит. Флаг на 100 останется. Может быть, наши тиммейты подберут его. Было бы неплохо, если подобрали. Да, хорошо. Подбор есть. Но у меня есть овердрайв, который, если что, я могу сжать. Вот здесь вот. На страховочку этого флага. В очередной раз я даю выстрел с критом. О, первое отключение расходки. Первое отключение расходки. Но это просто круто. Это бомбически. Я впервые отключил расходку противников. Очень много иммунитетов от Эмми. Нынче в матчмейкинге используют игроки. И, конечно, это... Ой-ой-ой. Немножко печально. Офигеть. Я улетел сейчас жёстко от скорпиона в спину. Блин, не ожидал. Не ожидал, что можно так улететь. Жёстко. Такая сила удара большая. Мне аж так... Как будто, знаете, сбили с ног. Как будто сбили с ног. Так, ладно. Давайте пробовать здесь. Ммм, блин. Капашки не хватило. То ли у меня дашки не было в этом тайминге, то ли чё. Так её знает. Так, паладин сразу вжимает овердрайв. И будет пытаться заходить под нашу базу. Бомбочка от противника плюс дополнительная. Было бы неплохо, наверное, прожать овердрайв реализовать. Как раз тут противников много. Прожимаем овер. Чтобы ещё эффективен он был. Отлично. Сливаем как раз-таки того паладина, который мог бы в теорию над флаг увозить. Ну и флаг на базе своей сохраняем. Плюс у паладина овердрайва не остаётся. За три минуты до конца. Это, наверное, то, что мне и нужно было сделать. Чуть-чуть более аккуратно сыграть от средней зоночки. Ну и теперь уже можно подстраховать ещё один флаг. Который везёт наш тиммейт. Уже по респу. Давай-давай, братанчик. Давай страховочку, страховочку делаем. Делаем страховочку аккуратную. В этом плане страховка всегда очень сильно решает. Особенно в таких боях, где... Очень, очень жёстко противник играет именно на перехватах. И тиммейты очень сильно начинают впадать в ступор, когда там одного тиммейта убивают. Там подбор нужно делать за флаг, да. То есть тебе надо сыграть чуть ближе уже к тиммейту. А матчмейки где чаще всего тиммейты друг друга не страхуют. И играют очень опроменчиво, да. Поэтому в таких ситуациях очень хорошо, когда у вас есть как раз-таки возможность этой страховочки. Так, овердрайв у нас на центре, кстати, должен был уже падать. Наверное, он уже упал. Но мы попробуем сейчас увести. Не знаю, получится у нас это или нет. Нашим тиммейтам. Нет. К сожалению, пока что бесшансован. Пока что бесшансов. 46% игродрайва у меня еще есть. Минута 30 до конца. Попробуем сейчас заехать через верх. Потом можно будет сменить траекторию, наверное, вот сюда. И теперь уже попробовать уничтожить один танк хотя бы передо мной. И уже можно пробовать увозить. Меня не сливает. Хорошо. Крит заходит. И теперь увозик через низ по право. Аккуратно. Под 0 хп делаем увоз. Страховочка от тиммейта будет или нет. Не знаю. У вас поэзида здесь как? Тут как тут. Так. И скорпион через мост, который на сводку, кстати, выдает выстрелы в 0 хп. Ну ладно, нормально. Пойдет. 47 секунд до конца. В принципе, по ситуации на карте у нас все хорошо. 3-0. Победная. При том, что я запикивал свой счет еще раз был 0-0. Хорошая работа от викинга молота в целом. Но не от устройства. То есть от устройства я, честно говоря, никакого дополнительного преимущества для себя здесь не увидел. Не увидел. От слова совсем. Нажимаем овердайп. Просто чтобы, если вдруг... Ептить. Опять мне прилетает скорпион жестко. В бочину. Если вдруг нужна была эта страховочка, чтобы кто-то уже влетел под нее. И доставочка залетает. 4-0. За 4 секундочки до конца мы оформляем. Ну и победа есть. Что я могу сказать про молот в целом? Пушка-то бодряковая. Базара нет. Базара нет. Она хорошая. Она чувствует себя неплохо в матчмейкинге. И резистов я бы не сказал, что от нее много. Но вот что касаемо этого устройства. На сегодняшний день иммунитетов от Эмми в матчмейкинге довольно много. Чаще всего игроки используют либо иммунитеты от Эмми, либо иммунитеты от пробития. И такие устройства... Ну... Ну такое типа. Ну такое. Ну оно не делает ничего такого сверхуниверсального. Да. И как я думал раньше, да. Я всегда относился к молоту со статус-эффектами довольно неоднозначно. Довольно неоднозначно, да. Потому что в моем понимании есть очень крутое устройство под паладина и под кризис. Это адаптивная перезарядка. За счет которой можно на постоянной основе иметь дополнительные заряды. Да. То есть ты ваншотаешь противника, либо с двух выстрелов его уничтожаешь. У тебя опять есть перезарядка. Ты опять его дальше можешь уничтожать. Уничтожать, уничтожать, уничтожать. А вот к таким устройствам я относился... Ну вот как-то так, что я как бы их имею, да. Но не беру. Имею, но не беру. Потому что смысла особо большого я в них не вижу. Хотя одно устройство из статус-эффектов сработало очень неплохо на предыдущей неделе. На как раз таки ДМ Джиггернауте. Вот именно парализующая картечь смотрелась очень-очень симпатично. Там мне понравилось, что делает это устройство в принципе. И за счет этого оглушения где-то можно было сбить противнику овердрайв. Где-то можно было застопить и вжать потом овердрайв в тайминг. Это было эффективно. А вот Эмми, ну я думаю, что и там бы не работало. И сейчас в матчмейкинге смотрится довольно-таки... Даже не скучно как-то. Ну не жестко. Не жестко. Пишите, что вы думаете по поводу молота. Пишите, что вы думаете по поводу именно этого устройства, которое было за танкофонд. В какой мете, по вашему мнению, оно находится на сегодняшний день. Есть ли смысл его использовать или же нет. Либо же вы просто согласны с моей точки зрения. Напишите обязательно в комментариях. Будет интересно почитать. Ну и, конечно же, не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, дай мне пропускать новые видеоролики. Ну и не забывать подписываться, переходить на наш дискорд сервер. В описании ссылочка на него есть. Если вдруг какие-то оповещалки где-то что-то не приходят. В дискорде всегда вся информация по этому поводу имеется. Ну и мой личный тоже тег создатель контента, если вы вдруг еще не знаете о нем. Это тактимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч. Такой информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.